Хезболлах атаковала беспилотниками военную базу Израиля в районе города Бенимина на севере страны. Погибли четверо израильских солдат. Около 60 получили ранения. Это самый смертоносный удар ливанской группировки по израильской территории с тех пор, как Цахал начал наземную операцию в Ливане. В Хезболлах заявили, что элитное соединение израильской армии и бригада Галани была целью атаки, которую назвали возмездием за недавние удары Израиля по Бейруту. Группировка утверждает, что в сторону города Хайфа был выпущен шквал ракет и беспилотников. Как сообщают израильские источники, Хезболлах запустила два дрона со стороны Средиземного моря. Один из них сбили ПВО, второй пропал с радаров. Хезболлах начала обстреливать Израиль в октябре прошлого года, через день после начала войны в секторе Газа. С тех пор десятки тысяч людей по обе стороны границы были вынуждены покинуть свои дома. В конце сентября Цахал начал в Ливане наземное наступление. По оценкам, в нем задействованы 15 тысяч израильских солдат. В то же время Хезболлах расширила зону ракетных обстрелов, которые теперь затрагивают густонаселенные районы в центре Израиля. По данным Ливанского Минздрава, с сентября в Ливане погибло более 1400 человек. Сколько среди них боевиков в Хезболлах, не сообщается. Жертвами ракетных обстрелов в территории Израиля стали по меньшей мере 58 человек. Почти половина из них – военные. Жители города Арас, депутаты парламента, министры приняли участие в церемонии в память об учителе Доминике Бернаре, убитом ровно год назад его бывшим учеником, подвергшимся радикализации. Церемония состоялась на площади Героев и началась в 11 утра. Именно в это время год назад 57-летний учитель литературы получил несколько ударов ножом. В результате нападения были ранены еще три человека. Обвинения предъявлены 20-летнему выходцу из Ингушетии Мохаммеду Могушкову, его младшему брату и одному из двоюродных братьев. Сотрудники украинских военкоматов и полиция провели рейды в ресторанах, барах, торговых центрах и в концертном зале Киева. Их целью была проверка документов о воинском учете. Очевидцы сообщают, что несколько человек были задержаны. В Украине на фоне общей мобилизации призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет, которые отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки от службы. Им также запрещено покидать страну. Местные СМИ сообщили, что аналогичные рейды были проведены в Харькове, Днепре, Львове, Ужгороде, Одессе и Кривом Роге. Между тем, в ночь на воскресенье российская армия нанесла удары по Полтавской и Одесской областям двумя баллистическими ракетами и двумя управляемыми авиационными ракетами по Черниговской и Сумской областям. В Сумах была повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. Местная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. РФ также применила 68 БПЛА, из которых 31 был сбит. Поверить алгебре гармонию решился Дрезденский симфонический оркестр, представив на суд публики оригинальный эксперимент. В честь своего 25-летия оркестр исполнил робот-симфоний, специально написанную по случаю музыку. Оркестром дирижировал, причем тремя руками, специально запрограммированный робот. Как подчеркнул Tobias Spence, разработчиков, из технического университета Дрездена, нужны были быстрые и резкие движения, невероятно энергичные и интенсивные. Пришлось много поработать, чтобы все выглядело хорошо и было выполнимо для робота. Большинство из присутствующих на концерте высоко оценили эксперимент. Дрезденский симфонический оркестр и раньше неоднократно раздвигал границы симфонической музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова